Объективно, проблема самостроев в Анапе сегодня стоит не так остро, как еще три года назад. Большинство из них понимает, вести подпольную стройку себе дороже. Штрафы, судебные разбирательства, угроза сноса – все это реальность для нарушителей. Но, к сожалению, полностью исключить самоволку в строительстве пока не удалось, подчеркнул на общегородской планерке Сергеев. В самострое сменили прописку, переехав на территорию дачных кооперативов и в некоторые сельские округа – субсех Суко-Витязева. Доложи, какую работу вы провели, получены ли технические условия, запрашиваются ли. Там, как правило, будет запрашиваться на ИЖС, а там семиэтажный домик стоит. Дальше. Сколько емкость сегодня? Сколько киловатт подается электроэнергия? И вопрос, почему? Самовольно подключил, либо еще как-то. И мы потихоньку-потихоньку будем снижать напряжение. Есть факты и таковых достаточно, когда земельные участки используются не по назначению. Разрешение дано на индивидуальное жилищное строительство, а на деле возводят многоэтажную гостиницу. Потребление электричества, воды и газа увеличивается в разы. А вот в налоговых поступлениях местный бюджет, напротив, теряет. В связи с этим, потери бюджета составляют за год 461 тысячу рублей. Дорогие друзья, а как же мы собираемся в детские сады увеличивать количество? Делать благоустройства, дорожки, освещать наши населенные? Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...